Эта машина-сортиментовоз, это наш русский аналог фарвардера европейского. Здравствуйте, вы на канале Уралспецтранс. Тема нашего видеоблога – перевозка леса. Так как это существенная проблема, на лесопилках используются краноманипуляторы, но, как правило, их не хватает и они не успевают обслуживать все бригады. Ассортиментовоз с КМУ и с ассортиментовозным прицепом – идеальное решение всех задач одновременно. Вы отцепили прицеп, да? А надо было его отцеплять, да? Так нельзя? Да, вылета не хватит. Сейчас параллельно. То есть, если бы КМУ стоялся на заднем... Если, да, вот в прошлый раз мы с Пашей испытывали, то хватало в оба края рабочая зона была у него. Ну, или можно было еще, как вариант, наверное, если бы место позволяло, скажем, если бы был подъезд вот оттуда, то можно было вот так встать, геообразным. Это классическая схема перевозки леса в сортименте, в сортаменте, то есть уже нарезанного, напиленного. Вообще у нас возят два вида перевозок, то есть возят в хлыстах и возят в сортамент. В чем разница? Хлысты возят с верхушками, то есть длинный лес. Как правило, хлысты возят крупные комбинаты, у которых отходов не бывает. То есть те, которые перевозят, то есть они верхушки используются, а в работе там на щепу идут или еще на что-то, ну, то есть используют все, без отходов. Асортамент это больше, как бы, уже технология такая, вывозки именно делового леса. Верхушки либо просто в лесу оставляют, если нормальное предприятие, то есть они их как-то утилизируют, бывает в лесу так же и перерабатывают. Сейчас модное направление топливные брикеты. То есть топят, ну, не дровами топят, а брикетами. Сама машина до 6 метров перевозит. На прицепе можно перевозить, в принципе, до 8 метров, либо две пачки по 4. В данном случае прицеп заказал клиент на Мазовском шасси. То есть ему удобнее так обслуживать. То есть шасси, телега не наша, телегу делали не мы, телега готовая. Мы на нее установили только конники. Конники переставные, в принципе, можно их по раме двигать вперед-назад, ну, это как удобно. Ну, тут, в принципе, сделано под погрузчик, под две пачки, чтобы пачку 4 метра погрузчик мог брать. Конники сделаны из стали 0.9 B2F, высокопрочная конструкционная сталь. Некоторые используют спецстали. То есть на импортных машинах используются вообще, есть алюминиевые конники, есть титановые конники. То есть, ну да, они крепче, легче, но они дороже. И все-таки я склонюсь считать, что в лесу сломают все. Но железное проще отремонтировать, то есть любым сварочным аппаратом подварят. А титановые, алюминиевые уже в лесных условиях где-то их не отремонтировать. Ну, как правило, такая машина обычно стоит или просто в лесу работает, а которая без манипуляторов, они оттуда лесу увозят. В основном. То есть используется не одна единица спецтехники, а разные. На склад, одна на лесопилке, другая, да? Ну, потому что сюда манипулятор убрать, если установка, то это еще, или сколько дополнительно можно лесу принести. И по объему, сколько площадка у нас, и по весу. А куда легче было грузить лесу? На площадку или на прицеп? Да, потому что там обои, никогда нету, обзор лучше, удобно видеть. Покупают машину, исходя из того, что она будет обслуживать еще 3-4 машины. То есть вот люди купили машину с манипулятором, значит у них как минимум есть еще 3-4 машины без манипуляторов. То есть они все вместе едут в лес, сначала машина грузит всех остальных, потом грузит себя и уже едут уже, ну, куда-то на комбинат или на базу. Это машина-ассортиментовоз, это наш русский аналог фарвардера европейского. Манипулятор здесь ОМТЛ-97, Елмашовский. Ну, неплохой манипулятор, то есть в принципе из российских манипуляторов, вот, наверное, вот эта модель ОМТЛ-97 и СФ-85, вот такие самые ходовые. А что лучше, тягач плюс полуприцеп или ассортиментовоз тягач плюс прицеп? Тут у кого какая технология. Вообще у нас на Урале вот развитая технология немножко другая. Это все-таки лесовозный тягач с распуском, с коротким дышлом. То есть возят шестерку, 6-метровый лес, но одна часть бревна лежит на коннике машины, а вторая часть лежит на распуске. Вот, то есть везет всего 6 метров длиной, но выше пачки. Здесь шасси КамАЗа с двигателем Каменс представлен. То есть это рядный шестицилиндровый двигатель, 330 лошадиных сил. Ну, многие клиенты просят, то есть не любят КамАЗовский двигатель, к сожалению. Ну, не то, что к сожалению, то есть они его объективно, по ряду причин не любят. Просят либо Ярославский двигатель на КамАЗе, либо Каменс. Ну, в данном случае Каменс. Современные двигатели, Евро-4, которых система реализована, Коман-Рел. Не важно, Каменс, не Каменс, сейчас все двигатели, которые сейчас выпускаются, Евро-4. Ну, вот видно стоит топливный фильтр с обогревом и с влагоотделителем. Потому что двигатель чувствительный к качеству солярки, то есть требуется установка таких фильтрующих элементов. В некоторых случаях даже клиенты заказывают дополнительный фильтр ставим. То есть два последовательных фильтра. Сепар ставим, ну, такой зарекомендованный себе уже. Ну, и вот штатный. Ну, надо понимать, что не Мерседес. Главное, чтобы надежный был. Пусть даже если будет ломаться, чтобы запчасти было просто найти. Ну, нет такой техники, которая не ломается. Но главное, чтобы можно было быстро починить. Оператор с опытом, он такую машину с прицепом. Ну, машину разгрузит минут такую 10-15 максимум. Да? Да, конечно. И ровненько все будет, да? Будет ровненько, да. Тут вот бревнышки-то видно, что. Бревнышки-то надо... Зимой при хорошем торможении вот все бревна, которые вверху лежат, они пойдут вперед и снесут нафиг. То есть если бревна не ложить к переднему щиту, вот для этого и делается такой крепкий. То есть ложить надо сплошнячком, чтобы при торможении не было расстояния, за которое по инерции может бревно набрать скорость. Надо лес хорошенько. Утягивать, да? Лешенько хорошо. Да, вот здесь вот специально ребрышки опять же сделаны. Вот на кониках можно посмотреть. В некоторых случаях уголки просто привались, в некоторых случаях даже зубчатые ребрышки. А зачем? А вот именно, чтобы лес лежал хорошо и не скользил, конечно. Потому что это опасно. Спасибо за обзор. Если вопросы будут там где-то в Ютубе или где, будем отвечать. Можете по Аське, по Скайпу, по телефону звонить, писать. При выборе спецтехники советуйте со специалистами Уралспецтранс. Звоните нам по телефону МИАСИ 54-63-00. И не забывайте подписывайтесь на наш канал Уралспецтранс.